Иногда при разработке программы бывает необходимо временно отключить какую-то часть кода. Это можно сделать при помощи комментария. Мы уже с вами знакомы с однострочным комментарием, когда в начале строки стоит два слэша и дальше все остальное не выполняется. Такой комментарий можно добавить и в конце строки, если после какой-то строки я напишу здесь что-то после двух слэшей. Тогда вот эта часть не будет выполняться. Но иногда бывает необходимо закомментировать какой-то большой участок кода. Для этого можно воспользоваться многострочным комментарием. Давайте сейчас закомментируем вот эту часть. Я перед началом этой части ставлю слэш и звездочку, а после окончания ставлю звездочку и слэш. И теперь все, что находится между открывающей слэш звездочкой и закрывающей звездочкой слэш, является комментарием и выполняться не будет. Как вы видите, при текущих ценах я не могу купить и печенье, и конфету, но у меня ничего не появляется. Если же я уменьшу цену и верну здесь 7, как было изначально, то тогда у меня будет срабатывать команда в блоке if. Делать комментарии вручную бывает не очень удобно, поэтому в редакторах кода есть быстрое сочетание клавиш для того, чтобы добавлять и отключать комментарии. Сейчас я пользуюсь редактором Visual Studio Code. О том, как его установить и настроить, мы поговорим в следующем уроке. А сейчас я покажу вам, как в Visual Studio Code найти нужную команду. Для этого вы нажимаете Ctrl-Shift-P, появляется меню команд, здесь я набираю название команды. Например, это блочный комментарий, блок-коммент. Итак, меня интересует вот эта часть, переключить блочный комментарий. Сочетание клавиш в данном случае для меня это будет Shift-Alt-A. Я работаю под операционной системой macOS и здесь вы видите сочетание клавиш для macOS. Под Windows они могут быть другие, поэтому для того, чтобы их увидеть, зайдите в панель команд Ctrl-Shift-P и наберите название команды. Я возвращаюсь к себе в программу, выделяю вот этот блок и нажимаю Alt-Shift-A. И я вижу, что комментарий пропал. Теперь выделяю весь вот этот блок, нажимаю Alt-Shift-A и многострочный комментарий был добавлен. Давайте снимем многострочный комментарий и я покажу вам другой прием, который используется намного чаще. Дело в том, что многострочные комментарии нельзя вкладывать друг в друга. Поэтому вместо того, чтобы закомментировать целый блок, мы можем закомментировать каждую строку в отдельности. Давайте посмотрим, какое для этого есть сочетание клавиш. Я нажимаю Ctrl-Shift-P, набираю здесь Line Comment, вижу вот команда ToggleLine Comment, это Command-Слэш. На Windows это будет, скорее всего, Ctrl-Слэш. Итак, здесь я выбираю вот этот блок и нажимаю Command-Слэш. И вы видите, что у меня появляются две черты в начале каждой строки. То есть у меня весь блок закомментировался однострочными комментариями. В начале каждой строки есть два слэша. Если я хочу раскомментировать этот блок, я снова выделяю его, нажимаю Ctrl-Слэш и блок раскомментируется. Таким образом, в этом видео мы с вами познакомились с двумя типами комментариев. Однострочным, который начинается с двух слэшей. И многострочным, который начинается с сочетания слэш-звездочка. Обычно в программах пользуются однострочными комментариями. И для того, чтобы быстро добавлять и убирать комментарии, стоит изучить и пользоваться комбинациями клавиш в вашем редакторе кода.